После матча мы отрезали конференцию. Волга Академия и Константин Северян-Джекалкин, главный премьер Волги, готов ответить на ваши вопросы, но проценты игры ваши. Начали неплохо. Команда соперников молодая. Поменялась практически на 100% в прошлом году. Один или два футболиста осталось. Совсем молодые пацаны. Они учатся, играют, будут прибавлять. А у нас нам нужны очки и стабилизировать свою игру. То, что понравилось, особенно в начале, мы соперникам ничего не давали. Хорошие подходы, атакующие моменты. То есть, какие-то уже положительные деньги у нас пошли. К сожалению, когда еще встал 3-0, опять работали слишком мало. Появилось чувство безответственности у некоторых футболистов. Я переговорил в перегреве с ребятами, потому что играем для болельщиков. И когда на 30-35, еще 3-0, и футболисты бросают играть, это неправильно. Это неправильно, потому что, значит, получается, они даже в зарплату должны в три раза в меньшее. Время на три раза в меньшее. И 90 минут, а не 30. Чтобы болельщики приходили на трибуны, нужно играть те 90 минут. Ну и, конечно, ребята, опять человек, которые вышли на замену, дали игровую практику. К сожалению, опять же, может быть, счет повлияло, может быть, все-таки опять, немножко порядок, порядок, порядок не тот. Конечно, доволен результатом. Еще раз, доволен то, что кое-что начинает получаться. Могу дальше работать. Я думаю, на следующий раз ждет более серьезный соперник. Тебе нужны будут найти нужные слова, чтобы тогда вспомнить, что нужно. Ну и, конечно, не надо отдохнуть, когда выступать там в рекламу, ходить будем. К сожалению, молодежи не хватает. Что-то тогда выпускать не могу. Чтобы партик-падли вдохнуть. Не дай бог, на слушах еще пока не быстро. Может, в следующий раз будет готов. Пока проблемы будут выполнены. Людей бережем, готовим в следующий раз. Вопросы? В команде появился новый игрок Сергей Лужков. Ожидается ли усиление атаки? Да очень хотелось бы. Ведется такая работа? Да, в смеси переговоров ведем. Денег не хватает. И у всей Ульяновской области. Я шучу, конечно. Нету игроков, которые сегодня на рынке, с кем мы идем. С молодыми ведем переговоры. Может, у нас появится один или два. Наверное, все, один нападающий молодого года. Стараемся. То есть, мы сейчас с двумя игроками ведем переговоры. Именно нападающие. Это, опять же, перспектива и по центру, которые подходят. Но это не усиление. А так, чтобы взять квалифицированного нападающего, который, конечно, разобедной, их просто нет. Скажите мне хотя бы нам нападающего во второй лиге. Кто нам забивает? Никаких. Что в нашей зоне? Кто в нашей зоне? Что в других зонах? А с первой лиги надо. В первой лиге нет нападающих. Но они к нам и не пойдут. Там совсем другие финансовые. Поэтому сейчас сложно. Поэтому будем заниматься с Барсовым, с Арсдамкиным. Молодого еще возьмем. Посмотрим. Так что, со временем у нас на рынке нападающих. Макс всем классно играл за ним? Ну, ничего не скажет. Ну, он еще учился и учился. Он мог забить на 15 секунды. Забивали. Ситуация. То есть, нет еще стабильности. У нас фишка хорошая. Немножечко не понимает. Хорошие скоростные качества. Это большой плюс. Вот у Усов у нас очень быстро. То есть, у нас в Хамане добавился. Скорость. Тот же сейчас Крошкова пришел. Молодой здесь. Он продолжится. Он тоже быстро. Два дня в команду прибыли. Осваивать требования. Ну, Ферри не портил. Ничего. А так он будет корресцентрировать. Он подвал по первой лиге. У него хорошая передача. Он чувствует позиции. Так что, хорошие стандарты. Хорошая подача. Я думаю, для нас хорошая помощь. Еще, конечно, мы думаем о будущем. О зиме мы думаем. Думаем, может, о следующем сезоне. Мы хотим, конечно, мы думаем о будущем. Мы предлагаем игроков не в аренду. Нам предлагают игроков в аренду. Зачем нам в аренду? Для кого-то воспитывают. Я хочу, чтобы здесь были люди, которые командно стабилизировались за зиму. Если их нет, то до следующего года они смешают серьезные задачи. Мы сейчас постараемся что-то делать. У нас сейчас, более-менее, все будут здоровы. У нас сейчас боеспособный коллектив. И на фонах появилось, и дворе активность. Мы ждали. Направдающих, конечно, хотелось бы такого. Ничего у нас в середине что-то стало получаться. В обороне более-менее. Я думаю, что мы составим контролюцию команды, которая зиму отвергнула. Стараемся. У нас сейчас еще 2-3 игры. Стабилизироваться. Там уже, когда подойдет на премьер Челябинск и в октябре «Газовик», я думаю, мы там покажем немножко другого качества ходить. Так что я думаю, потом сейчас появляется время, где тренироваться можно. Сейчас мы пройдем игру. У нас неделя перед Шельником. К Шельником сыграем. Еще неделю перед. Очень ладно. Ну что-то приготовим. К Шельнику будем готовить какие-то моменты. – А как восприняли результаты на РГШ? – Ну я думаю, из всех команд Шельник самый серьезный соперник. По квалификации футболистов. Футболисты более высокого уровня, чем нижнегамские. Просто там какая-то ситуация на сегодняшний день непонятная была с укроповодством, с деньгами. – Да, больше всего успокоилось. – Ну ничего не успокоилось. Они сейчас заказывают самих дешевых гостиницей. Команды первые. Они предлагали одну гостиницу, а они отказали, что сейчас считали, что там какие-то финансовые проблемы. Существует, видите, раз за такой момент, как «Гульяновск» заказали более дешевых гостиницей, чем «Гульяновск». – Не придется шить второй состав, чтобы… – Все может быть. У них сейчас вверх, у них «Том», у них «Том», и после нас «Сибирь». Я думаю, что «Газа» и даст кому-то отдохнуть. Конечно, в прошлом году у них человек 10 ушло, пришла молодежь. В прошлый год, может быть, у них не повлияло бы там 4-5 футболистов в ротации спокойно. Сейчас у них, конечно, было поменьше. Если он там даст, грубо говоря, «Кальтко», «Низлудинно» или еще кому-то отдохнуть, конечно, у нас какой-то блюд. Потому что футболисты, «Кульфисты», «Наринка» – хорошо. Посмотрим. – Впереди игра с «Сызрами» какие-то определенные после кубкового матча будут? – Будет сложная игра. Мы уже с ними два раза сыграли. В этом плане. Мы сейчас будем готовиться. Я завтрашний день начну разбирать более детальную игру. Как мы здесь сырали кубок. Что-то попробуем. Сейчас, наверное, конечно, никакие изменения не произошли за это время. Естественно. Сейчас в «Кармаду» будем к этому остановиться. Мне понравилось сегодня что еще добавить? То, что обычно… Мы разобрали игру сегодня соперников, прогресс в Челябинске. В первом тайме эта молодежь преимущественно играла в Челябинске. А мы сегодня ничего не поздравляем. Тресленно. Пока 3-0 не стало. Под ним практически не выходим. Один умолок там подали. А так мы им даже не позволяли выездить. То ли они… Не знаю по какой причине. Очень робко несет. Не может быть так хорошо. Не знаю. Но сегодня что-то стало получаться. Команда начинает понимать, что я хочу. Активный отбор там. Все. Традиции, комментарии по игре. 95% нашей команды в том году были в КФК. Вот. И сегодня мы местами показывали игру добротную уровню КФК. В КФК. Не получилось у нас играть в футбол. Такой какой. К которому мы стремимся. Вот. Даже из того, что есть огромнейшие проблемы с составом. Ну, огромнейшие. Когда два-три человека лидера выпадает у меня. Для нас сейчас это огромнейшее. Вот. Вот. Поэтому… Вот. Мы по делу проиграли. Конечно, могли не так крупно. Но и улетело почти все. И… Непонятное решение судейское. Не знаю. Даже смотрел на видеокамеру. Повтор момента. Я… Ну, даже не знаю, как он… Как это сможет он объяснить, я не знаю. Вот. Я имею ввиду удаление. Не знаю. Он что-то и понял, что-то и… Я ничего не понял. Мяч был уже у вратаря. Толчок в спину. Падает, цепляет. Падает наш игрок. Немножко цепляет соперника. За это красная карточка. Вообще не понимаю. Ну… Десятером у нас не было шансов уже не то, что на контр-игру, а даже на достойный какой-то ответ, чтобы контролировали хотя бы мяч. Чтобы мы на будущее попробовали хоть наиграть какие-то действия свои… Не знаю. Ну… Хватит заваться, да. Вопросы? Что-то позитивное было в вашей игре, как считаете? В нашей игре… Что-то… В нашей игре было позитивное то, что мальчик 95-го года, вот, который второй раз вышел на поле, вот, не испугался. Остальные, на кого я надеялся, очень-очень не надеялся. Испугались. Такое плотное, быстрое играние. Да. Может, могу так сказать. Еще вопрос. Вы считаете основной причиной нехватка кадров или не выполнение установки вашей? Да нет. Они… И пока мы на таком уровне, что мы не выполнить установку не можем. Поймите, мы просто не готовы играть с такими командами. Волга Ульянов по комплектации, по готовности своей. Это один из лидеров чемпионата. Здесь еще в домашнем матче такое определенное психологическое давление в этой яме. время всегда непросто молодым играть. И наши футболисты просто нехватка опыта, нехватка мастерства. Это причина. Невыполнение установки… Понимаете, как? Невыполнение установки – это когда человек понимает точно, что он может, что он хочет, и он не делает. Но мы еще не понимаем, что мы хотим и что мы можем. Поэтому мы просто на другом этапе построения команды сейчас находимся. В зачаточном состоянии. Вот так, слишком маленький перерыв у нас. И, ну, у нас ушло 16-17 футболистов за год. Не за лето, а за день. Вот. Это, учитывая, что взяли мы только с академиума, с детской школы. Вот. Один только у нас футболист вернулся после травмы и никуда не успел устроиться. Он нам еще принадлежит. Сегодня вот после травмы он вышел на поле, но пришлось менять его. Кому? Друковский. Вот. Вот. Хабаровский получил серьезную травму. Почти год пропустил. Ну, так. Случайно здесь оказался. Да, и… Случайно здесь и Каратаев. Но вы понимаете, что, когда вокруг очень много проблем, один-два футболиста точечно не могут решить исходы. А есть определенная какая-то задача в 6-0 попасть? Наша задача – развивать футболистов. Мы могли бы тоже сегодня, наверное, по-другому сыграть, окопаться просто в защите, выставить там 6 защитников, 9 лет только у меня есть. Вот. Ну, я не верю. Но мы все-таки пытались играть в правильный футбол, который позволит футболистам развиваться. Мы не смогли играть в такой футбол. Но я уверен, что мы на правильном пути. Может быть, у нас такой резкой смены никогда не было людей. То есть, вот, у нас всегда больше преемственности было. Но, в принципе, в такую ситуацию мы попадаем каждый год. То есть, у нас очень, ну, всегда там в районе десятка людей уходило. Вот. Сейчас, конечно, просто у нас два периода сразу ушло, и зимой и летом по столько ушло. И потерялась преемственность, и ребят просто некем поддержать. Вот, опыта вокруг нет. У нас обычно запасные играют на следующий год в основном составе. А сейчас у нас те, кто даже не был в команде, они сейчас выходят на поле в 17-летней мудрости. У вас хорошая команда. Наверное, вам больше все равно ваша команда интересует. А в чем-нибудь разницу вот с прошлым сезоном и вот сейчас? Разницу, чтобы правильно оценить, мы должны сравнивать с командой, которая... С той, да. Да, с той командой. Но сейчас мы не можем сравнивать. Была одна команда, сейчас другая. Мы, в общем-то, в прошлом чемпионате, который был полтора года, мы одну игру провалили. Но именно здесь 3-0. Мы больше ни одной игры не провалили. А здесь вот так получилось. Все матчи боевые. Восьмая минута, 2-0. Угловой. С аута пропустили гол, там не доработали. Штрафной примор. Да. И вот мы 2-0 там, восьмой-девятой минуте. Вот. Ну, тем не менее, мы игру тут провалили. Вот. А сейчас ситуация совершенно несравнима. Ну, я скажу, что организация, подбор достаточно хороший. А устраивать вам надо все-таки в Сыжирской, в Тюмени, в Саренбурге. И там надо устраивать. Спасибо.